Всем огромнейший привет! Сегодня видео о покупках сайта iHerb. Покажу вам как хорошие продукты, так и не очень. Начну я, конечно, с тех средств, которые мне безумно понравились. Понравилась мне пенка для придания объема волосам от бренда Giovanni. Шампуни и бальзамы у этого бренда не вызывают у меня такого восторга, как, например, дополнительный уход. Я обожаю очень масло для волос у Giovanni, термозащиту. И также теперь у меня в любимчиках вот такая вот пенка. Она идет с мандарином и экстрактом папайи. Очень вкусно, кстати, пахнет какими-то тропическими фруктами. Удобный дозатор, большой объем 207 миллилитров. Наносить следует на влажные волосы после мытья перед сушкой феном. И да, действительно появляется объем. Волосы выглядят более густыми. При этом пенка волосы не утяжеляет, не жирнит. И эффект просто потрясающий. Поэтому советую, если вы такими продуктами пользуетесь. Также хочу порекомендовать вам вот такую Омега-3. Это California Gold Nutrition. Но раньше выпускалась под брендом Madre Labs. И я так понимаю, что эти два концерна не объединились. Во всяком случае на сайте iHerb именно такая информация. По факту Омега осталась такой же. Хорошая, качественная. Здесь 100 капсул. Принимать следует по 2 капсулы в день. Очень хороший работающий комплекс. И стоит при этом довольно недорого. Такой баночки хватает на 2 месяца. И я вот действительно советую. Потому что беру уже даже не в третий и не в четвертый раз. Уже запуталась сколько раз я заказывала именно эту Омегу. Но она крутая. Она мне нравится. Я не поняла вот такую сияющую базу от бренда Elf. Это лавандовая база, как она заявлена на сайте. Это по факту такой силиконовый продукт. То есть небольшим каким-то сиреневым подтоном. Но на лице никакого оттенка не оставляет. Эта база должна разглаживать. Придавать сияние. Скрывать какие-то несовершенства. Я пользовалась ей пока что пару раз. И знаете, ничего такого я не заметила. Просто силикон, который размазываешь по коже. Да, тональный крем наносится поверх этой базы ровненько. Но если вы хотите хорошую сияющую базу, которая обладала бы еще и ухаживающими свойствами, то обратите внимание на корейскую базу от Hemish. А вот эту от Elf я, к сожалению, пока посоветовать не могу. Может быть, в дальнейшем как-то я с ней подружусь. Но впечатления первые не очень, скажем честно. Также меня абсолютно разочаровали вот такие вот полоски для отбеливания зубов. У меня осталось 3 штучки. Заказывала я где-то штук 6 или 7. Наносить их нужно на 30 минут. У них, кстати, очень хороший состав. Это, наверное, единственный их плюс. И за 30 минут они должны зубы отбеливать, очищать. И вы знаете, вообще никакого результата нет. Как-то я показывала вам набор для отбеливания зубов, который состоит из капы отбеливающего геля и ополаскивателя для полости рта. Тоже с iHerb. Кому интересно, ссылку я оставлю. И вообще постараюсь оставить ссылочки на все продукты. Так вот, тот комплекс дает намного лучше результат. И зубы действительно там отбеливаются на несколько тонов. А вот эти полоски для меня, к сожалению, оказались не работающими. Плюс одна такая полоска стоит в районе 200 рублей. Но это просто деньги на ветер. Я заказала палетку для контуринга от Эльф. Давно на нее смотрела, читала отзывы. Кто-то пишет, что палетка хорошая, кому-то нравится, не нравится. Но все как обычно. Выглядит палетка сама вот так. Довольно стильно, как по мне. Она выполнена качественно. Хотя упаковки у Эльф не всегда удачные, скажем честно. Там есть большое зеркало. Я его сейчас закрою и покажу вам оттеночки. Здесь 4 продукта, которые предназначены для контуринга, для затемнения, для высветления необходимых участков лица. Это хайлайтер. Он идет с небольшими блестками, но в принципе они деликатные. Сатиновая пудра, которую я обычно использую для закрепления консилера под глазами. И два таких контурирующих продукта. Вот этот мне понравился немножко больше. У него натуральный такой оттенок. Он пойдет для светленьких девочек. А вот этот оттенок, как по мне, он очень-очень темный. Плюс ко всему с таким явным серым потоном. Я его планирую использовать в макияже глаз. В целом палетка стоит абсолютно недорого. Свою цену она оправдывает. Есть здесь хорошие продукты. Поэтому можно присмотреться. Можно купить. Поиграться. Я, наверное, поставлю этой палетке твердую четверку. И обязательно буду ее использовать в своем макияже. Как всегда на iHerb я взяла натуральный бальзам для губ. Я очень часто там заказываю вот такие вот бальзамчики. Это у меня розовый крейпфрут. И на самом деле такие бальзамы можно использовать не только для губ. Их смело можно наносить на кутикулу, даже на область под глаза. Потому что состав здесь абсолютно натуральный. Здесь масло, воск. И работают такие средства, как правило, отлично. Хорошо увлажняют, питают. На губы просто идеально. Губы потом мягкие, гладкие. И здесь еще очень-очень прикольный аромат. Что еще я решила заказать с сайта iHerb? Это вот такой витаминный комплекс. Это такие желейки со вкусом фруктов, ягод. Специально для женщин. Здесь, кстати, хороший состав, хорошо подобранный. Здесь и фолиевая кислота есть, йод есть. Различные витаминки. Например, витамин А, С, Д, Е и также биотин, кстати, для роста волос есть. Я вам показывала в своих недавних покупках витамины для роста волос от Вовтамин. И они там тоже идут в таких вот желейках, очень вкусных. И мне так понравилась эта тема, что я решила взять на смену вот такие вот витамины. Здесь 90 штук. Принимать следует по 3 штучки в день. И такого комплекса хватает как раз-таки на месяц. Пока я не пробовала, естественно. Но в ближайшее время планирую уже начать курс. И потом обязательно вам расскажу, как мне понравился, не понравился. Но, в принципе, отзывы на самом сайте iHerb достаточно неплохие. И также попросили меня заказать вот такие вот витамины для деток. Это тоже из этой же серии. Тоже такие вкусные желейки с фруктами, с ягодками. Здесь уже 60 штучек. И принимать по 2 штуки в день. То есть как раз-таки на месяц хватит. Если кому интересно, то я потом обязательно напишу, как эти витамины понравились, не понравились. Пока ничего про них сказать не могу. В принципе, у меня никогда такие витамины никто не брал. Вот такой вот у меня был заказ. Он был совсем небольшим. Но, тем не менее, есть и приятности, которые меня очень порадовали. Буду ждать ваши комментарии. Что вы заказываете с сайта iHerb. Обязательно пишите, делитесь. И не забывайте подписываться на мой канал. Будем с вами дружить и общаться. Всем спасибо. Пока-пока.